МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пять лет назад они вновь поверили в Деда Мороза. Как марафон «Поддержим ребенка» меняет судьбы. Рассказали о том, что целиакия – это великий мим, который будет маскироваться под любую болезнь. В Хлопуновской школе Шипуновского района, в которой из-за холода не учились дети, возобновили занятия. Об этом нам рассказали в Комитете по образованию администрации Шипуновского района. В классах заверили, заметно потеплело до 15-17 градусов и система отопления работает бесперебойно. Напомним, около недели назад родители учеников разместили в социальных сетях призывы о помощи. В учебных классах температура понизилась до критически низких показателей. Вчера из-за холода занятия и вовсе отменили. По словам чиновников, инцидент произошел из-за ремонта системы отопления школы. Неделю назад вода внезапно перестала циркулировать. Полностью сливали воду, в трех кабинетах переварили отопление, то есть там бригада сварщиков работала. И вот в течение недели налаживали, вот эту систему регулировали. По-видимому, надо было время, чтобы вода начала циркулировать. Чиновники надеются, что отопление не подведет и занятия будут проходить без перебоев. Ну и примечательно, что температура батареи повысилась сразу после того, как информация об инциденте просочилась в СМИ. В краевой столице утро вновь началось с 9-ти бальных пробок. За последние недели барнаульцы, к сожалению, привыкли к такому трафику. И, по мнению водителя, одна из причин заторов – нечищенной дороги. Наша съемочная группа объехала Барнаул и проверила, так ли это. Снегопад закончился, а каши на дорогах Барнаула осталось. Это почти центр улицы Интернациональная, колея в 20 сантиметров. Брюхом не бороздят, но следы глубокие. Сотни метров от проспекта Ленина и про дороги будто забыли. После снегопада здесь коммунальщиков точно не было. И не только здесь. Жители потока тоже обижены на дорожников. Мы даже с коляской не ходим, мы доезжаем и идем пешком, потому что коляску вообще не прокатить. Да даже санки возьмешь, тут нет ни тротуара, ни ничего. Конечно, не чищены, но вон, посмотрите. На потоке, я был сегодня утром, тоже не чищены. А это солнечная поляна, рядом 120-я школа. Дорога к ней есть, но у родителям школьников приходится ежедневно совершать настоящее восхождение. И против них не только слой снега. Из-за резкого потепления в ноябре асфальт покрыла ледяная корка. Затем прошли снегопады. Месячно норма осадков уже превышена, поэтому машины буксуют. Водителям ничего не остается, как штурмовать выезды к центральным магистралям. А к домам пробираются почти на ощупь. На нечищенные дворы жалуется почти весь город. По правилам, у дорожников есть 6 часов после снегопада, чтобы приступить к уборке. Начинают с улиц, где ездит общественный транспорт. Здесь не придраться. Действительно, на главных дорожных артериях даже наледи нет. А во дворах норматив другой. Там дается 8 часов. Но тут жильцы заждались коммунальщиков. С 4 ноября. Как была колья, так и остается. Это вот насык постоянно. Но во дворе я ни разу не видел. По официальным данным, сегодня город убирает 70 единиц техники. Больше сотни человек вручную очищают подходы к пешеходным переходам и остановкам. Только за ночь с дорог Барнаула вывезено 4000 кубометров снега. Но, по всей вероятности, сил не хватает. Власти города публикуют телефоны в районах, куда жители могут обращаться, если дорога не чищена. Всю неделю в краевой столице прогнозируют снегопад. К выходным плюсовая температура, а затем резкое похолодание. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. Наши новости. Тем временем автоперевозчики уже не первый месяц просят барнаульские власти о повышении тарифов. Как раз сегодня в целом ряде краевых СМИ появилась информация о том, что губернатор Виктор Томенко дал указание мэру города Сергею Дугину начать работы по повышению стоимости проезда. При этом журналисты ссылаются на некие источники среди самих перевозчиков. Также в информации говорится и о возможных ценах на услуги. Предполагается, что проезд в автобусах большой вместимости будет равен 23 рублям, в трамвае и троллейбусе 21 рубль, в маршрутном такси 25. Но, как нам сообщил в официальном телефонном разговоре пресс-секретарь губернатора Виктора Томенко Дмитрий Негреев, никаких официальных заявлений по этому поводу глава региона не делал, а вопрос повышения цены в общественном транспорте находится исключительно в компетенции городских властей. Добавим, что чуть ранее и спикер АКЗС Александр Романенко высказывался о том, что цены на проезд в ближайшее время в Барнауле не повысят, подчеркнув социальную значимость вопроса. Очередные назначения в правительстве Алтайского края определены руководителем четырех управлений и одной инспекции региона. Распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко. Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития возглавила Екатерина Четошникова, проектора Алтайского предуниверситета. Кроме того, она будет занимать пост в Рио начальника краевого управления спорта и молодежной политики до государственной аттестации. На должность управления печати и массовых коммуникаций вернулся Евгений Нечапуренко. Ранее этот пост занимал Максим Герасимюк, сейчас срок его контракта истек. Руководить инспекцией строительного и жилищного надзора станет Олег Веремеенко. До этого он возглавлял региональный фонд капремонта. Уволен с госслужбы начальник управления по госрегулированию цен и тарифов Сергей Ротт. Ранее губернатор раскритиковал его за недоработку вопроса о снижении скидок на тарифы электроэнергии. Сейчас на пост Ротта назначен его заместитель Олег Колосков пока в статусе в Рио. В Барнаульском поселке Восточный закрывают филиал детской поликлиники номер 2 и переводят пациентов в главный корпус, до которого час езды. Новость, появившаяся на днях, вызвала волну возмущений. Родители даже готовы были выйти на пикет. Чем вызвано такое решение краевых властей и действительно ли поликлинику закроют, выясняла Валентина Аскерова. То, что закрывают детскую поликлинику около дома, Наталья узнала неделю назад. Пришла в больницу, а там объявление. С 1 декабря переезжаем на строителей 23А. Указана и причина. Аварийное состояние здания. После такой новости земля ушла из-под ног, вспоминает женщина, ведь до нового места 5 километров. А у женщины 6-летняя дочь с диагнозом ДЦП. Поликлиника обслуживает полторы тысячи ребятишек. Всех узких специалистов давно перевели в главный корпус, что, конечно, неудобно большинству родителей. Теперь туда же могут уйти и педиатры. Закрытие вызвало недовольство. Ездить на строителей это совершенно неудобно, особенно если морозы с маленькими. Это вот нам год, а кто сейчас девчонки родят. Каждый месяц ездить, но это вообще категорически против закрытия. Два года назад в детской поликлинике заменили окна и провели косметический ремонт. Но о протекающей крыше тогда никто не подумал. В результате деревянные перекрытия отсырели, штукатурка осыпалась, а электропроводка на грани замыкания. Заключение специалистов регионального медздрава. Здание не отвечает нормам безопасности. Ремонт кровли в ведомстве посчитали нецелесообразным. В поликлинике работают всего один врач и медсестра. Да и пациентов, напомним, полторы тысячи человек, по мнению чиновников, мало. Еще вчера, комментируя ситуацию краевым СМИ, чиновники однозначно говорили о закрытии филиала. Сегодня решение в корне изменилось. На сегодняшний день решение принято, что филиал на поселке Восточном, он продолжает свою работу. Министерством на сегодняшний день рассматриваются варианты либо подбора другого помещения для того, чтобы разместить прием педиатра в другом, более достойном жителе города Барнаула месте. Недалеко, так тоже. Спасибо. Но постараемся. Решение вопроса пока затягивается на неопределенный срок. Говорят также о возможной дополнительной технической экспертизе здания. Для Натальи Свечниковой и других родителей такая строчка – маленькая победа. Несмотря на то, что находиться в здании почти со 100-летней историей небезопасно. Мы не отдадим ее. Это наше. Приндина Скирова, Николай Шилко. Наши новости. В Барнауле подвели итоги благотворительного марафона «Поддержим ребенка». Почти 700 тяжело больных детей Алтайского края в этом году получили помощь и поддержку. Неравнодушные жители нашего региона перечислили более 13 миллионов рублей. Всего же за годы существования марафона удалось собрать свыше 111 миллионов. Десятки алтайских ребятишек стали слышать благодаря приобретенным имплантам. Сотни малышей избавились от сердечно-сосудистых проблем. Дети с диагнозом ДЦП смогли пройти санаторно-курортное лечение. Сегодня во всемирный день благотворительности организаторы акции в торжественной обстановке благодарили всех участников марафона. Ну а наш следующий материал, что называется, без комментариев. Это лишь одна история одной барнаульской семьи, но в ней сотни детских судеб и родительских надежд. Их глазами. Саше было два года, когда мы не знали, на что у нас аллергия, хотя это был пухленький, веселый мальчик. Начали делать анализы и выяснилось, что аллергия на глютен. Под наркозом делали морфометрию и выяснилось, что это особая форма целиакии, которая отличается от того, что прописано в учебниках. И дети имеют визуально здоровый вид, на самом деле. На тот момент уже были повреждения кишечника достаточно серьезные. Мы были не готовы к этому. Как объяснить родственникам, друзьям, что тебе, твоему ребенку нельзя дать печеньку или даже конфетку? А что такое, когда надо отдельно готовить для ребенка? И вопрос цены, конечно, еще на тот момент цена, конечно, была большая на муку. На сегодня это 600 рублей за килограмм муки. Мы вам рады! Мы вас ждали! Добро пожаловать на марафон! 28 декабря позвонили информаторы и сказали, ты сидишь? Сижу. Сиди и пиши. Вам выдается 19 килограммов муки. Мы реально это все помним. И 32 пачки макарон. Я сижу, плачу и говорю, а что, Дед Мороз существует? Бывает и 50 рублей бабушка принесет, а бывает и пенсионер почти всю свою пенсию отдаст. Для того, чтобы помочь ребенку. Мы единое тело не везет, и облако белое везет. Что прожит такой деталь, и нет на свете, нет и длинного. Это же счастье! Это счастье, когда твой ребенок просто ходит в школу. Для кого-то это дается легко, а для кого-то выученное стихотворение – это уже счастье. Неразлучные друзья, неразлучные друзья, есть на белом свете. Неразлучные друзья, неразлучные друзья, взрослые и дети. Мы хотим сказать, чтобы все детки были старыми. Неразлучные друзья, неразлучные друзья, взрослые и дети. Огонь всемирной зимней универсиады пронесут в Барнауле, который вошел в число 30 городов, где будут принимать эстафету. В субботу 8 декабря по улицам города пробегут волонтеры с зажженными факелами. Торжественно нести огонь универсиады будут единственной в истории российского мужского биатлона. Чемпион мира олимпийский, чемпион в индивидуальной гонке Сергей Тарасов. Участница Олимпийских игр, чемпионка России Ольга Кузюкова, мастер спорта Советского Союза по фехтованию Вячеслав Овчаров и другие. Протяженность маршрута составит 4 километра 106 метров. Старт будет дан на набережной Оби в 16.30, а далее факелоносцы пробегут по проспекту Ленина, улице Молодежной, передавая факел в определенных точках города. Каждый преодолеет расстояние от сотни до 200 метров, сообщает пресс-служба мэрии. Дистанцию украсит растяжками, тематическими баннерами, по краям маршрута смогут разместиться зрители. За безопасностью обязательно будут следить сотрудники МВД. Что же касается зимней универсиады, это универсиада, которая пройдет в марте в Красноярске. Первое соревнование подобного уровня для России. До этого наша страна принимала только летнюю универсиаду в Казани. Хоккейный турнир равный по значению региональному первенству. Уже седьмой год подряд организует алтайское предприятие. Шульгинский комбинат по производству напитков растет будущих чемпионов для российской лиги. В этот раз в ожесточенной битве победу одержали новосибирцы. Когда стало 3-3, мы просто собрались, поверили в себя и начали более сильнее прессинговать команду «Дюш». В первенстве приняли участие 10 команд. Среди них Абакан, Кемерово, Ульяновск, Красноярск. Но желающих, по словам организаторов, было намного больше. Шульгинский комбинат в который раз доказывает, что хоккей с мячом – игра не шуточная. Турнир «Свежесть Алтая» отправляет победителей сразу на финальные состязания первенства страны. Поэтому конкуренция серьезная. А значит, организаторы, спонсор турнира делают все, чтобы дети стремились к победе, а значит и к развитию в спорте. Спорт – что? Это дисциплинированность, это стремление к победе, формируются человеческие качества. Ну, а мы нацелены как бы на продолжение этой программы. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае снег до минус 8 градусов обещают в Бийске, Олейске и Рубцовске около 10 ниже нуля в Славграде. В Барнауле ночью минус 9, днем около 8 мороза, снег и юго-западный умеренный ветер. Все новости к этому часу – 722-440. Звоните к нам в редакцию. Хорошего настроения вам и до встречи в эфире.